Добро пожаловать в новый видеоурок. Меня зовут Александр Владимиров, это школа Logic Pro Help. Подписывайтесь на наш YouTube канал и смотрите полезные видео. Сейчас мы разберем с вами, как можно разнообразить хай-хеты. Вроде казалось бы, что с ними сложного, но есть некоторые фишки, которые позволят сделать их более интересными. Я сделал простецкую заготовку, очень несложная, всего три элемента, бочка, клэп и хай-хет. Звучит просто, но уже достаточно неплохо. Как мы можем эти хай-хеты разнообразить? Хай-хет у нас один-единственный, он достаточно обычный. Мы можем найти какой-то дополнительный сэмпл, например, очень широкий, как вот этот. И мы можем сделать лейлинг. Здесь мне будет проще переместить это все в Quick Sampler и здесь сделать Pattern Region и, соответственно, расставить вот тут вот. Можно делать через Quick Sampler, можно добавлять это все как аудио, как вам удобно. И как вы слышите, стало гораздо интереснее. То есть мы сделали лейлинг, а именно мы сделали более широкое звучание. Если у нас изначальный хай-хет звучал не очень широко, и давайте посмотрим, например, через E-Major, плагин изотоповский. Он очень наглядно это показывает, что первоначальный хай-хет, он у нас был в моно, а второй хай-хет очень широкий вместе. Они дают более такое богатое звучание. У нас есть и моно составляющая, и такая стерео составляющая. Также мы можем сделать еще следующее. Например, взять такой хай-хет, добавить его тоже через Quick Sampler. Все то же самое, но, например, сделать так, чтобы он добавлялся у нас не вот как обычно, а, например, через раз. Вот так вот. То есть у нас каждый второй хай-хет, он будет вот с этим вот дополнительным хай-хетом. Мы слышим, что они звучат чуть-чуть по-разному. То есть сначала не так громко, потом чуть погромче. Естественно, мы можем заменять на какие-то другие. Например, возможно, на этот. Мне он как-то кажется более подходящий будет. Здесь важно, чтобы это не было сильно громко, чтобы это была именно такая фишечка. Доступ ко всем курсам школы Logic Pro Help всего за 990 рублей в месяц. Да, это реально. На нашем Boosty вы можете выбрать интересующий вас тариф и смотреть огромнейшее количество курсов по Logic Pro и о работе со звуком. А самое главное, получать эксклюзивные новинки и уникальные видеоматериалы раньше остальных. Для тех, кто не знает, Boosty – это сервис ежемесячной подписки, благодаря которому вы можете получить доступ ко всем нашим курсам в зависимости от выбранного пакета. Просто выберите интересующую вас тему и получите доступ ко всем курсам этой категории всего за 990 рублей в месяц. Сейчас я покажу, как оформить подписку. Выбираем интересующий нас пакет, нажимаем кнопку «Купить», попадаем на нашу страницу Boosty и там нажимаем «Подписаться». Далее проходим регистрацию по номеру телефона или через любую социальную сеть, после чего выбираем количество месяцев для подписки и нажимаем «Купить». После этого вводим данные карты и готово! Можно переходить к обучению в ту же минуту. И помните, что в каждом пакете количество курсов будет регулярно пополняться. Получи все необходимые знания для создания качественной музыки прямо сегодня по самой выгодной цене. И мы можем этот дополнительный хай-хэт, например, добавить. То есть каким-то таким образом. Мы также можем сделать его тише. Для этого нам нужно активировать здесь велосипед и сделать конкретно не вот этот, а вот этот хай-хэт немного тише. Это уже получается лишнее. Мы оставляем только вот такие вот небольшие детали, нюансы. Что еще можем сделать? Мы, конечно, можем делать панорамирование. Многие любят делать панорамирование хай-хэтов. Я не очень большой поклонник этого. Потому что, как правило, хай-хэты начинают звучать немного косо. Но это тоже допустимо. Такое вполне можно делать. То есть, в принципе, вы можете добавить какой-то еще хай-хэт. И, например, увести его немного влево. Например, чтобы придать более такое звучание широкое. А другое, например, увести вправо. Здесь очень важно, чтобы у вас по-любому какой-то звук был слева, а какой-то справа. При этом сильно уводить не стоит. Я считаю, 30-40 единиц этого вполне достаточно. Но здесь, конечно, нужно ориентироваться на слух. И какой-то хай-хэт мы ставим вправо. Но только хай-хэт должен быть другой. То есть не тот же самый, а какой-то немного отличающийся. Ну, пускай это будет вот этот у нас хай-хэт. То есть мы берем и делаем тоже лейринг своего рода. То есть какие-то хай-хэты уводим немного в другую сторону. И у нас получается уже немного интересней. Дальше я рекомендую все это дело разбавлять различными дополнительными лупами. Это тоже очень хорошо работает. Но в целом, по сравнению с тем, что у нас было изначально... Стало гораздо интересней. Так что вот с этими вещами вы можете работать. И пробуйте, разбавляйте свои хай-хэты. И надо сказать, что эта тема может работать и с многими другими звуками. То есть все эти фишки вы можете применять и в различных других случаях. На этом все. С вами был Александр Владимиров, школа Logic ProHelp. Пока.